Здравствуйте, Александр Владимирович! Раннее утро, но без вас книжка не получится. И вот я очень хочу поговорить о том, что было. Не о том, что сейчас, а о том, что было. Первый вопрос. Скажите мне, пожалуйста, не спрашивая о том, что вас значил ноябрь, что для вас значил февраль 2014 года? Вы знаете, февраль 2014 года, ну, разочарование. Разочарование в Януковиче, разочарование во власти, чувство какого-то вот такого тоскливой безысходности. И это была определенная растерянность. То есть я никогда не думал, что так можно легко, походя, придать 20 миллионов населения, как минимум. Ну, а потом осознание того, что надо что-то делать, делать быстро. И составление плана действий. То есть вы в феврале уже понимали, что добром не закончится. По крайней мере, те, кто пойдут, это не те люди, которых мы хотим видеть. Вы знаете, я начал это понимать после того, как начали массово сжечь перкутят. Я понял, что уже добром это не закончится. Но, скажу откровенно, я не верил, что будут брошена авиация, техника боевая, там, танки, транспортеры. Я этого не верил. Использование артиллерии. Но то, что добром это не закончится, это уже было видно сразу. То есть настолько была включенная большая сила, большой механизм запущен, такой серьезный. И это жирнование начали просто курино перемалывать. Этот процесс когда пошел, это нужно понимать, что есть только одна сила, это народ, который сможет остановить. Вы знаете, когда Сельский Союз сравнивали с песчаным колосом, с глиняным, да, людей, как с песчинками, но я так скажу открыто следующее, что эти песчинки, попадая в механизмы машины вермахт, они все-таки в конце концов восстановили и разгромили в хлам. Вот эти песчинки поднялись, вот в частности земляки наши, и мы смогли остановить. То есть мы даже смогли дать понять, что они не согласны. И это единственная, наверное, страна в мире, тут в ближайшей истории, да, уникальный случай, когда часть Украины просто взяла в руки оружие и сказала, нет, нет этой власти, нет перевороту, нет фашизму, нет нацизму, и мы это не дадим сделать здесь. А вы помните 1 марта? Нет, к сожалению, именно 1 марта сложно вспомнить. Вы не помните? Сложно вспомнить. Вы были на площади, где-то недалеко от трибуны. Все, вспомнил. Митинг, площадь. Я встречался туда с казаками. А, угу. Тогда приехали казаки, донские, Граченко Сергей Владимирович, по зову Ярема. Вот мы с ними обсуждали, вы знаете, то, что мы обсуждали 1 марта? Нет. Шахту соляную, в которой хранится стрелковое оружие под Артемовск. А, это та, которую мы потом охраняли, наши войска. Вот это мы обсуждали. То есть вы понимали, что все может быть? Мы к этому уже готовились. Да? Очень многие люди отвечают на вопрос, вы понимали в марте, что будут войска, что будут бомбежки, что будут стрелять, воевать? Очень мало людей говорили, да, понимали? Нет. Даже я скажу, что я не мог поверить, что использована будет армия, то есть тяжелая артиллерия, авиация, бронетехника. Думали, что это может произойти, вот как десант там с Киева националистов придут сюда, начнут там захватывать здания, пытаться не допустить протестных каких-то там митингов и всего остального. Они все-таки вооружены, и поэтому мы разговаривали о стрелковом оружии. То есть мы не разговаривали о тяжелом. Поверить в то, что произошло, на тот момент не мог никто. Понимаете? Никто не мог представить, что найдется люди, которые дадут приказ боевой авиации бомбить мирный город. Ну, я не думаю, что кто-то вообще мог это себе представить. А потом, когда люди ложились под танки, когда уже целыми эшелонами сюда шла? Вот тогда уже это начинали понимать. Начинали понимать после 2 мая, когда спалили в Одессе людей. 2 мая начался обстрел в Славянске, причем плотный, такой артиллерийский. Вот уже со 2 мая, именно в этот день, уже пошло восприятие, что один автоматом уже нужны другие. И тогда уже пошло разговоры о артемовской кадрированной дивизии, которая стояла в артемовских складах, где брать бронетранспортеры, где брать артиллерию, где брать минометы, где брать боеприпасы. Вот это уже было 2 мая. Но, я, наверное, скажу сейчас ту фразу, мы сделали большущую ошибку, огромнейшую ошибку. Мы сделали в февраль, январь месяц. Тогда, именно в январе, нужно было думать, где брать технику, где брать артиллерию, где брать боеприпасы, где брать танки, минометы и все остальное. Пришедшая мне в голову мысль. А вот давайте вернемся назад. Вы говорите, вы сделали ошибку. Ну, вы там, мы, да? Все мы сделали. Мы не верили в это, мы не могли представить. А мы не могли представить. Но, я не верю в то, что Янукович, пришедший во власть в каком-то 10-м году, не знал о том, что на Западной Украине готовятся вот эти вот все военизированные подразделения и так далее. Я не верю в то, что он не знал о том, что у нас в Украине, в СБУ, ну, я даже не могу сказать предатели, потому что это не предатели, это просто американская структура. Я не верю. Почему никто не кричал, не стучал в колокол? Почему Янукович ничего не сделал? Ну, я же сразу сказал, что он предал. Раз. А во-вторых, ну, это мое личное мнение, Янукович пытался одни места на двух стульях усидеть. Быть хорошим и для России, быть хорошим для Запада, для Америки. И в то же время он думал, что люди это бессловесные твари, которых можно просто попирать. Их мнение никого не интересует, в частности, его в первую очередь. Понимаете, если бы Янукович тогда в феврале месяце сказал, да, меня выгнали как шелдевого котенка с Киева, но я вернулся сюда, вы мои земляки, вот Харьков, вот Крым, вот Донбасс, вот Запорожье, вот Днепр. Открывайте оружейные склады, приказ был по частям подняться, и многие же части здесь, Донецкие, на юго-востоке, они же за него в любом случае стояли. И я думаю, ситуация была бы другая. Другая была бы ситуация. А он дал приказ следующий, наоборот, усилить охрану складов, не допустить выдачу оружия населению. Он уже его просили. Да, он усилил охрану складов. Вот Артем Осконжиш усилил этой шахты и других складов поусиливал охрану. Причем приезжали военнослужащие в западные Украины на усиление, а местные выводились. То есть уже ставили других людей. И вот это вот, это и есть предательство. Если в тот момент была бы вскрытая оружейка, выдача оружия населению отрядом добровольческим, то мы сейчас бы с вами сидели, наверное, в другом месте, я бы давал бы другое интервью. То есть в другом месте давал интервью. Ну да, я даже подозреваю, где. Ну да, туда вот. Карпаты очень красивые места. Ну да, ну да. А в Киеве Лавра. Тогда я опять переезжаю в май. Откровенно говоря, об Одессе очень много говорили. У меня только один вопрос. Вы видели эту передачу Шустера 2 мая? Я видел и передачу Шустера, я видел даже любительскую съемку, то, что происходило в Одессе, снимали. Да. И, вы знаете, я скажу откровенно, вот это все напомнило мне войну Великую Отечественную, когда селы, жители мирных сел загонялись в амбары, там. Закрывались. Закрывались и подпаливались. Ну, похоже. Похоже, правда? Меня поразило другое. Я не могу понять, как люди, сидящие в студии, позволяли себе рукоплескать. Вы знаете, атрофированное чувство справедливости. Это настолько забитые, то есть, понимаете, люди аплодировали сожжение людей, на самом деле. То есть, настолько эта идеология мировоззрения поменялась, что человек, когда видит смерть другого человека, начинает аплодировать тому, кто он его убил. Ну, и они еще говорят, что мы звери, да? Что мы террористы, что мы убиваем военнослужащих Украины. Так вот, я хочу напомнить тем, кто аплодировал, что если в лесхозе появляется бешеный волк, поднимаются все ягеря и охотники, и пока этого бешеного волка не отстрелят, они не уходят. То есть, это угроза. Здесь же стаи бешеных людей хуже, чем волков, потому что волк — это зверь, и он не имеет мышления человеческого. И мы должны быть, как санитары леса, надо очистить от бешенства территорию. Я очень надеюсь, что мы это сделаем, и очень скоро. Скажите мне о референдуме. Сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Ну, я уже знаю о том, что референдум был задуман задолго, до 11 мая. Я уже знаю о процессе его подготовки. Меня интересуют ваши отношения, то есть, когда вы для себя поняли, что референдум — это очень серьезно. И что было для вас, в принципе? это дело? Ну, референдум у нас был задуман, сидели, общались. На тот момент был Андрей Пургин, Павел Губарев, Денис Пушилин. И после взятия ОГА, ну, это сразу скажу, что убирая всю революционную эйфорию, когда там все кричали «О!» Тогда вот эта вот часть людей уже собиралась и сидела и думала, что делать дальше. Поэтому референдум был назначен на май. Врать не буду, дата переносилась. Было первое время, по-моему, второе число. Вот как раз второе число мы хотели провести референдум. Потом перенесли на 11-е. С техническими связано было проблемами, не успели просто правильно подготовиться. Но не хватало всего бумаг, людей, волонтеров. То есть, процесс был шел. Ну, мы сидели и общались и решили, что пускай в Конституции законно нет Украины, но в Конституции есть право на самоопределение территории. То есть, в Конституционном мы, в принципе, если исполнять, как вы считаете, за основу главный закон, главный свод законов это Конституция Украины, да, то согласно этой Конституции мы имели право на самоопределение. И вы знаете, тогда вот мы надеялись, что все-таки благодаря тому, что мы проведем референдум, его воспримут правильно, оценят, и мы сможем с Украиной разговаривать с другой точки зрения. Мы же тогда не просили отделения, независимости, всего остального. Мы хотели, разговаривали федерализацию и автономию. Автономию не все поддерживали, конфедерацию какую-то могли рассматривать. Ну, в тот момент мы собрались и решили провести референдум. Так как у нас, к сожалению, опыта проведения референдумов было, вообще он практически не было. Ну, и каждый там пытался что-то вот, как думал, как умел. Ну, споры, конечно, были жаркие. Ну, вы знаете, я скажу откровенно, что вот желание и большая работоспособность этих людей, она все-таки позволила провести. Но я скажу за себя, начиная с 6 мая и по 12 число я не спал. Только хотел, вот с языка сняли, я хотела спросить, а вы спали? Сутки я мог там заснуть, час, может полчаса. Бывало, что с 2 суток часто совпался. То есть вот так вот. А вы ожидали такого количества людей? Не ожидал. Мы ожидали, что людей будет много, а наша задача была обеспечить охрану этих людей. И туда не хватало всего. Не хватало людей, которые уже взяли в руки оружие, не хватало самого оружия, не хватало, ну, много чего не хватало. Ну, вы знаете, отработал отлично Кальмюс, помог, вообще, действительно, подразделение. Отработали другие подразделения, которые русская православная армия, в данный момент все были. Благодаря этому, в принципе, референдум прошел успешно, то есть без терактов, без аксессов и всего, без всего остального. если бы этого, наверное, не было, ну, было бы, наверное, намного хуже. Ответственность большая была, радость какая-то была, что смогли, что вот, чувство, вот, как правильно сделать, чтобы все было хорошо. А вот, ну, прошел год, вот, через несколько дней год. Ну, если бы вернуться, да, вот, с тем знанием, которое у вас есть сейчас, с тем опытом, знанием, ведением ситуации, вы бы повторили референдум? Конечно, только второго числа. Только второго числа? Да. Просто потому, что, опять же, вы учили бы какие-то... Опыт, опыт, знание, мы смогли бы, просто вот те вопросы, которые технически возникали, это возникали, потому что мы были не готовы, мы не умели это делать. То есть нам пришлось учиться во время всего подготовки. С нуля, да. Да, теперь мы понимаем, какие ошибки мы совершили, почему мы оттянули этот референдум на 10 дней, образом, там, на 9, то, исходя из этого, то, что опыта и знаний, то есть этих ошибок мы не совершили, и в референдуме прошло бы вовремя. Понимаете, да. Тем более мы знали, теперь-то мы не знаем, где взять бумагу, какие склады надо было открывать. То есть эти все вещи, которые мы уже выучили. Я вам скажу, я в день референдума взяла такси, сама пошла, всей семьей, все как положено, потом взяла такси, и я удивилась количеству народа на нашем избирательном участке. И я проехалась по, по-моему, там 8 или 9 захватила, просто посмотреть, что творится. Меня до сих пор мучает вопрос. Я не верю в то, что сподвигло Одесса такое количество людей. Я думаю, сами хотели. Чем вы лично объясняете такое большое количество людей, пришедших на референдум? Колоссальное количество. Ну, вы абсолютно правы, что вопрос и дело состоял не в Одессе. Одесса это было как один из поводов выйти на референдум. Вы знаете, самое другое, ну, самое вот, мое мнение, почему такая большая явка, почему произошло то, что вот люди просто тысячами выходили. Самовыражение людей. То есть увидели, что происходит в стране. Вы знаете, много можно рассказывать, что ты устала, там, олигархи, кто не скачет, что ты москаль, там, нет олигархов, и все остальное. Да, красиво, мандарины, печенюшечки, все это, ну, это картинка. Но в душе это не искренне было. Понимаете? Это было за 200 рублей, там, 200 гривен в сутки, там, за 400, я не знаю, за сколько, там, может, за 800, неважно. Но никто не... То есть они не хотели менять. Здесь же люди хотели изменить свою жизнь. Изменить почему? Потому что мы не признали ту власть, которая захватила в Киеве, вошла в Киев, захватила президентский дворец и все остальное. Мы были против националистов. Нам было противно видеть, как оголтелые налодчики, там, не знаю, даже сказать, низшие слои населения захватывают правительственные здания, превращают их в гадюшники какие-то, ну, захламляют воздух в Киеве, как в Киев превратился из прекрасного города в какое-то сборище. Не знаю даже, как назвать этих людей, это звериное стадо. Ну, вот это все. Мы не хотели, чтобы оно повторилось здесь. Мы любим свой город, мы любим наши улицы, наши каштаны. И я очень люблю. Наши розы. Это самое-самое святое место. И чтобы оно было красиво, чтобы на ней не горели покрышки, чтобы на ней не бегали, там, полупьяные, полупуренные, молодые люди со свастикой на рукавах, ну, этого никто не хотел. Александр Владимирович, по поводу свастик на рукавах, я хочу поговорить о плохом. 26 мая, ну, для меня лично, был день, когда я поняла, что эти люди, которые там, никогда, ни перед чем, ни перед какой подлостью не остановятся. Потому что это правда. Я считаю, что это была страшная подлость. Вы помните этот день, аэропорт? Я там был ранен, конечно, я его помню. Да, потому и спрашиваю. Мало того, а вас, когда там видели, вас со стороны, говорят, вы кого-то там прикрывали, стояли за дерево, и кого-то прикрывали. Но так я ни от кого и не добилась. Ну, правда, я сильно и не спрашивала, я решила, что я спрошу вас. Расскажите, пожалуйста. Ну, естественно, я не помню, кому там прикрывали. Там журналисты были, женщины мирные, выбегали дети, там спасали всех. Ну, тот день, для меня, в общем, это понятие, что что-то они в аэропорту пошли. Он не так началось после того, как я увидел заходящие миги на город. Я туда созвонился с Александром Сергеевичем Ходоковским, он тогда командиром Востока был. Позвонил ему, связь еще была, и я говорю, Саня, что случилось? Он говорит, ну, так и так, и тут проблема, большая проблема, нас атакуют, мы не можем сейчас, мы уже в аэропорту ведем. Я говорю, в чем помочь? Он говорит, ну, прикрывай, если есть возможность, закрой левый фланг, потому что есть возможность окружения. Вы знаете, чудом успели закрыть, действительно, потому что буквально мы подъехали, я, супруга, шесть человек со мной, ребят было, мы, грубо говоря, восьмером успели, успели, просто чудом, машину только отогнали, и смотрим, пошли цепь. И мы сразу прямо с корабля на бал, в бой, потом удалось организовать отступающих ополченцев, они потеряли командование, то есть, ну, разбирика была страшная, и эти люди, которые отступали, просто не понимали, что делать, создали еще взвод, там где-то около 30 человек было, закрепились, и буквально через полчаса подошла первая рота оплота, заняла оборону от церкви до самого мэтра. После чего, как она укрепилась, заняла оборону, мы отбили две атаки, и я перешел на командный пункт Ходоковского, мы засели с ним вместе, вдвоем, возле мэтра, и уже картину боя наблюдали с передовой, да. И вот с этого момента, и до самой глубокой ночи мы не ушли, пока мы последние ребята с аэропорта не вышли, то есть мы так и оставались там. Потом до пяти часа утра по поселку выводили отступивших, там полуразбитых, ну, полуподавленных людей, боролись с диверсантами, которые запустили с аэропорта, и я 27-го числа в 6 часов пришел домой утром. Все, вот это вот так вот. Я уже был тогда ранен, но ранение, я даже не понял, что кусок стекла попало, он так и думал, что, ну, ерунда. Я, если честно, я от вас сейчас первый раз услышала суть самого происшествия, то есть, по сути, украинские войска пытались окружить заманить, заманить в аэропорт, в подразделения зашли, да, счастливая случайность, что зашли, заходили не все сразу, да, может быть, мудрость определенных людей, и вот, когда бы они зашли, с двух сторон бы закрылось бы кольцо, и все сразу, да, все ополчение. То есть, потерь могло бы быть гораздо больше. Вы знаете, самая страшная потеря, что за один день мы потеряли бы всю армию, которая стояла, тут все войска, которые стояли в Донецке. То есть, больше 90% подразделений находились в тот момент в штурме аэропорта. Ну, поверьте, мы тогда не имели достаточного опыта. Ну, то есть, то, что происходило, это было вот, ну, на уровне, там, как-то, не знаю, каких-то там, игрушек, да, то есть, люди там, лавают. Это не была организованная воинская структура, то есть, какие-то определенные подразделения более-менее уже подходили под ополчение, а некоторые просто еще были сборщиками, ну, вот у Шориха таит, это правда. То есть, она только формировалась. Ну, повезло, Бог на нашей стороне не дал, не допустил, смогли, выстояли, и первый же урок, который вынесли все подразделения, находящиеся там, это учеба, обучение рядового состава, ведение убоя, все. После этого начали учить все. Это вот, ну, в этом плане аэропорт нам дал хороший урок. Ну, мы его услышали, поняли, и дальнейшее загоняли. Были созданы учебные роты, и в этих ротах обкатывались даже штурмы зданий, обороны на местности, окапывание бойца во время боя, обстрела, и всего остального. Ну, с одной стороны, тоже хорошо. А июнь, он помог? Ну, то есть, вот в июне в Донецке еще было более-менее как-то, где-то, что-то было. Ну, в июне был Карловка, у нас, у нас шли бои, там, на южном направлении в июне. В июне мы постоянно ротировали подразделения боевронявшие Славянск, да, там, у Стрелка. То есть, ну, вот эти вот процессы, все постоянно-постоянно-постоянно, что-то двигалось. Там бои за Горловку, там возле Горловка. Бои за границу. То есть, это все происходило в июне. То есть, в Донецк просто расстояние передовая было, да, далеко от Донецка. Донецка этого не видела. А на самом деле, бои очень следили, там, в Снежном, в Дмитриевке, понимаете, то есть, постоянно какие-то там процессы проходили. Ну, я, честно скажу, я не вылазил практически из передовых, мне там уже, и там, и в Луганске был. Ну, искал профессионалов, искал военных, потом говаривал. То есть, вы понимали, что надо, в процессе боев нужно обучаться. Обучаться, определял, кто из ребят в состоянии зависит. Ну, понимаете, можно быть кадровым офицером, но не быть лидером. То есть, бывает рядовой, который во время боя правильно сориентировался и повел за собой людей, становится таким авторитетом для бойцов, который никакой кадровый офицер не получит. Просто, как бы вы этому не уважали. Ну, то есть, вот личное мужество, личный пример, да, оно показывает всем другое. Поэтому этих бойцов по крупинкам высматривал, собирал, старался принести какие-то там начальные знания военного отдела. А вот вопрос. Вы сами, вы не кадровый военный. Не все не кадровый. Но в какой-то момент вы поняли, что вы военный. Вот, Отвечу сразу, гены. Гены, гены сработали четко, да. Отцовские, дедовские, прадедовские, прапрадедовские гены, они все, многие, у меня дед твой кадровый военный, прадеды прошли в войну, офицеры все. Поэтому, отец офицера, и это все вот на уровне, наверное, гена, оно меня вот с молоком матери впитывало, впитывало, впитывало. Я с детства помню рассказы, обсуждения, какие-то там боев, позиций, почему так, почему это, почему дивизия смогла, это не смогла. И вот эта военная обстановка дома, она мне позволила просто вот, ну, восполнить, скажем так, нехватку знаний, которые они преподают в академиях, да, я воспринял, гены подсказали, то, что нужно делать вот с ассаней. Все равно, оно же никуда не девается, какие-то знания, какие-то там рассказы и так далее. А другой вопрос, а когда вы поняли, что у нас уже есть армия, нормальная, обученная армия? После Шахтерска. После Шахтерска. Она начала создаваться в Шахтерских боях, армия, действительно. До этого были хорошо там организованные или плохо организованные отряды. После Шахтерска начала создаваться армия. в Шахтерских боях я познакомился с Кононовым, Владимиром Петровичем. И сидя в окопе, мы так вот, ну, во-первых, решение было принято сразу об объединении всех подразделений под единое командование. Что это значит? То есть единое командование, единое началье, все подразделения, вот хороший был минометчик, царство небесное Ром, артиллерист. Он начал командовать артиллерией, это со Славянска. У меня был танкист, Петя, позвонной дизель, Петр. Он сейчас отдельным танком, батальонам командует. Он командовал танками. Он кадровый военный, кадровый офицер, кадровый танкист. Пехота была распределена на батальоны, ну, и каждый комбат, тоже понятно, что все батальоны были своими командирами. Все. И мы приняли тяжелые бои, вели в шахтерские, освобождение, прорывы окружения. Потом эти батальоны развернулись, ударили, в лавайский котел закрыли, да. Ну, тогда уже армия, те, кто, понимаете, в чем была большая победа. Все подразделения, которые находились, это были со Славянска, ребята, а Плот, то есть, я был командиром Плота, был Кальмиус, и все подразделения, которые находились в шахтерске, между собой, на уровне рядовых бойцов, поняли, что победа была достигнута потому, что мы были все вместе. То есть, это не витало, витало в объединении, там был министр обороны у нас, даже стрелков, но это все было так, бутафорией, на самом деле, не было министерства, не было обороны, была определенная какая-то часть, которая воевала в Славянске, которая воевала здесь, и между собой мы никак не могли состыковать правильно идеи. А после шахтерского, вот удалось добиться того, что на уровне рядовых начало, возникло понимание, и они увидели, как оно правильно происходит, то есть, как правильно командовать, как правильно там, и четко выдавать, выполнять приказы. И, вернувшись в Шахтерское, эта часть людей принесла эту идею в основную часть армии. И то есть, уже в окопах земля, она уже сама стала преподавателем. она уже начинала другим говорить, не, ребят, так это неправильно, вот было правильно так, в этом мы победили. Вот так вот. Александр Владимирович, был ли момент, когда вы сомневались, идти ли на выборы или нет? Или вообще такой вопрос не стоял, а ну как бы некуда было деваться там? Стать главой государства? Ну да. Ну, вы же помните, что я тогда был премьер-министром, и в принципе я отвечал за большую часть жизни государства. Ноша уже лежала? В тот момент главы не было, а был премьер-министр. Я уже был практически первым лицом государства. И, ну, я хочу, чтобы наша страна просветала. Я вот, мне есть четкое убеждение, понимание, как это сделать. Я хочу, чтобы жители здесь жили нормальной жизнью, человеческой. Чтобы наши старики не считали там пенсию, пенсию, копейку от копейки, чтобы наши женщины рождали детей, и понимали, что это счастье, а не обуза потом, это как их кормить, одевать, обувать. Я хочу вернуть всю Донецкую область. Понимаете? Ой, я хочу. Я не хочу, чтобы на нашей земле топтались какие-то мрази. И у меня есть четкое понимание, как это сделать. И понимая, что я, по крайней мере, вижу вот сам путь и основные вот вехи этого пути, вот поэтому я пошел на выборы. Вдруг подумала, вот вы пошли на выборы. До выборов, да, вы бы, наверное, независимо от того, вот правда, независимо от того, были вы премьер-министром, не были, вряд ли бы вы пошли на выборы, если бы у вас не было команды. Команда сложилась каким-то образом в течение предыдущего времени. Да, были, может быть, были там старые друзья, но команда сложилась в течение февраль-октябрь. Скажите мне, какие из ну вот интересных знакомств вы помните? Вот, ну, были ли какие-то знакомства, которые вы запомнили, когда вы сказали «Оно»? Вы знаете, десятки знакомств интересных. Пришлось знакомиться с очень необычными людьми, с очень профессиональными, с, ну, можно сказать, какому-то по-хорошему сумасшедшими даже, и такие были. Образованные, умные. Андрей Пургин, я у него очень много, тут именно по политической части, он действительно политехнолог, очень серьезный. Денис Пушин, бешеная работоспособность у человека. Среди военных очень много было людей, с которыми было приятно общаться, и многие вещи я у них учился тоже, в том числе и Таман Иванович, и Александр Сергеевич Ходоковский. Понимаете, эти вот вещи. Среди рядовых уникальные были там таланты, там, ну, вот Ром, минометчик от Бога, посмотрел, там, Ким, очень достойный человек, и офицер, и вот с ним было очень интересно общаться, и общаюсь до сих пор. Понимаете, ну, масса, вот знакомств, которые, и Ташкент, сейчас министр доходов и сборов, понимаете, ну, и с прошлой жизни были понимания, кто из людей, какие-то вещи там, да, в состоянии что-то сделать. Поэтому... Могут стать рядом. Да, могут стать рядом. Поэтому, когда бы предлагали, они все соглашались, врать не буду, но большинство согласилось. Поэтому сейчас занимают и руководящие посты, но в основном отбирались, команда отбиралась не по прежнему достоинствам и заслугам, да, а по стрессоустойчивости и умению работать в тяжелых военных условиях. Вот это, это был основной критерий. Сейчас, конечно, уже акцент взглянулся более на профессионализм, но на тот момент надо было срочно делать, срочно принимать какие-то решения, срочно созидать. И тут созидание под огнем противника, ну, просто этих ряд людей по состоянию состояния не мог понять, как это правильно сделать вообще. То есть люди опускали руки, когда тут начинают разрываться снаряды, а нужно думать, как правильно выстроить штатное расписание министерства. Понимаете? А тут автомат стоит вот и в окно уже противник лезет, а ты штатный рестор разрисуешь. Вот как-то вот эти люди, наверное, я не знаю. Да, я хорошо помню, когда я попала сюда. А у вас здесь были журналисты, совмин и так далее, тут целая куча народа и где-то здесь стреляла в феврале. Скажите мне, пожалуйста, вот вся история наша, нашего государства, нашей республики, является ли она для вас уникальным событием в вашей жизни? Или было что-то в вашей жизни еще более яркое? Вы знаете, не думаю ни о событиях в моей жизни, ни о уникальности. Это тяжелый, тяжелейший труд. И сейчас я просто выполняю, ну, я служу народу, служу Отечеству, я свою службу честно выполняю. Я хочу, чтобы моей службой было потом радостно жить другим людям. Вот частичку вот свои желания большого, огромного, чтобы все было хорошо, чтобы все это люди понимали. И все-таки это наконец-то наступило. Но когда уже будем на пенсии, будем понимать, уникальность этого события или неуникальность, там уже, тогда уже будем оценивать с другой стороны. Александр Владимирович, а как Вы думаете, на какой степени, то есть на какой ступеньке сейчас наша история? В самом начале лесенки? В середине лесенки? Или как-то уже видна конечная цель? Ну почему? У нас тысячелетняя теперь будущая история. У нас впереди десятки веков. Поэтому мы только начинаем. Все только начинается. Только начинается. Редактор субтитров А.Семкин